Хорошо. Допустим, вы решили писать музыку. Определились, что существует огромное количество секвенсоров, то есть программ, которые помогают писать нам эту музыку. С Божьей помощью поняли, что вам нужна именно Ableton Live. И главный вопрос сейчас стоит для вас. Где скачать и как установить? Сейчас я расскажу три варианта установки программы Ableton Live. Вы уже посмотрите, выберите подходящий для вас и, возможно, воспользуетесь. Первый бесплатный вариант. Создаем почту, заходим на официальный сайт Ableton Live, регистрируемся, скачиваем триал-версию на 30 бесплатных дней, распаковываем ее, устанавливаем, подтверждаем лицензию и пользуемся, изучая программу Ableton Live 11. На мой взгляд, это классный вариант, если у вас нет денег, вы не хотите шариться по различным сайтам, не хотите подцепить какие-то вирусы, и просто хотите ознакомиться с программой. Последний нюанс. Раньше триал-версия была 90 дней, сейчас это пофиксили, а на 30. Также раньше обузили такой момент, что после 90 дней люди просто регистрировали новый аккаунт на новую почту и продолжали пользоваться еще 90 дней программой. И так в круговую. Сейчас говорят, что такого нет, это пофиксили, но я думаю, если удалить нужные файлы с компьютера, то ничего не поменяется. Второй вариант. Второй вариант бесплатный, но уголовно наказуемый в некоторых странах и, возможно, в перспективе даже в нашей. Чтобы у нас все получилось, нам нужен VPN, находим любой, который вам нравится, у меня вот такой. Открываем браузер, вбиваем всеми известный сайт, заходим на него, регистрируемся, подтверждаем почту. В поисковике этого сайта вбиваем Ableton Live 11 и ищем то, что нам нужно. После того, как находим, обязательно, перейдя по теме, читаем комментарии и читаем описание. Не скачиваем, а потом, после того, как вы въехали в пень, читаем, а сначала читаем и только потом скачиваем. Не стал скачивать Ableton Live 12, она там есть в бета-версии 20B, которая вылетает через каждые 2 секунды. Вам этого тоже не советую, возможно, в перспективе появится полная 12-я версия, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. После того, как скачали, открываем, видим там 2 файла, Ableton Live и подтверждение лицензии. Перекидываем Ableton Live в application, открываем его, он просит нас подтвердить лицензию. Берем файл подтверждения лицензии, перекидываем в это окно и свободно пользуемся. Если что, когда вы это все делаете, на всякий случай можете отключить Wi-Fi, чтобы не было никаких проблем. Какие минусы существуют у данного способа? Скорее всего, если вы пользуетесь Windows, то высока вероятность того, что вы подцепите какой-то вирус. Следующий минус – непонятно, когда может слететь лицензия. Возможно, она слетит в самый неподходящий для вас момент. Третий минус – вы тратите слишком много времени, VPN, скачивания, поиски. Не всегда это работает, не всегда вы получаете то, что нужно. Плюс я вам показал самый простой вариант установки. Есть вариант установки, где я сидел несколько часов, танцевал с бубнами, чтобы все сделать, несмотря на инструкцию. Также есть плюс – вы получаете полную версию. На данном сайте вы можете зайти и скачать недостающие паки, которые вас интересуют, установить их. В общем, вы можете найти абсолютно все бесплатно. Я не считаю здесь, не вижу ничего плохого, ничего зазорного. Не у всех есть деньги, не у всех начинающих есть тысяча баксов, чтобы прямо сейчас пойти купить программу Ableton Live. И не все понимают, нужна ли она им. Поэтому я здесь не вижу ничего зазорного. Сам пользовался таким же способом. Могу сказать, что Ableton Live 11 ломаный у меня работал намного стабильнее, чем официальный. Третий вариант, которым я поделюсь, он платный и подразумевает просто пойти и... Правильно. Купить Push 2 или Push 3. В коробке с девайсом идет конверт, в котором есть ключ, который вы вводите на сайте Ableton Live. После чего получаете полную версию со всеми паками, со всеми инструментами. Около 90 гигабайт. Какие есть плюсы? Мне не нужно заморачиваться. Мне не нужно лазить ни по каким сайтам. Я просто зашел, нажал, скачал. Нет никаких ломаных версий. Не будет того, что у меня слетит лицензия. Я не подцеплю никаких вирусов на свой компьютер. Все суперудобно. Следующий плюс, который я вижу здесь, это возможность обновиться за небольшую сумму до следующей версии. К примеру, у меня была 11 версия. За 183 доллара я обновился до 12 версии. И как только она выйдет, я смогу ее скачать. Помимо этого, у меня есть доступ к 12 версии, к бете. Каждую там несколько недель она обновляется. Мне приходят оповещения, я могу скачивать. К примеру, вы сейчас можете зайти на тот замечательный сайт, о котором я говорил чуть раньше. И найти там только 12 версию 20B, которая постоянно вылетает. У меня же чуть ли там не каждую неделю, несколько недель прилетает обновление. Я постоянно пользуюсь самой свежей, самой новой. Также я могу участвовать в бета-тестировании, что я и делаю. Если мне что-то не нравится, я могу написать, пожаловаться, что-то сказать. В общем, сделать свой небольшой вклад. Понятное дело, я не какой-то там гигантский крутой специалист. Но все же, если есть какие-то нюансы, я могу написать, я могу поделиться, я могу поучаствовать в создании Ableton Live 12. Последний плюс это то, что вы получаете MIDI-контроллер Ableton Push 2. Это или третий, в зависимости, какой вы возьмете. Это один из лучших контроллеров, который углубит вашу интеграцию в программу. Это тема отдельного видео, я сейчас о нем не буду говорить, но те, кто знают, те, у кого есть, они подтвердят. Это одна из лучших покупок, о которой лично я вообще не жалею. Я рассказал вам три варианта, которыми сам пользовался на различных этапах своей жизни. Где найти, как скачать, как установить. Не считаю зазорным пользоваться пиратской версией, ломаной версией. Я понимаю, что не у всех людей есть деньги. Сейчас кому-то 14 лет, у него нет денег, у кого-то и в 25 нет денег. Он только начал, только пришел, только попробовал. И в этом нет ничего страшного. Страшное это, когда люди зарабатывают деньги, давно пользуются и не покупают. Вот это как бы да. Я считаю, что если ты давно пользуешься, зарабатываешь какие-то суммы, какие-то деньги, то будь добр, купи, поддержи тех людей, которые создали эту программу, которые позволяют наслаждаться нам созданием музыки, а не мучиться, не потеть, не пыхтеть, не плакать и не проклинать создателей данного софта. Поэтому тут смотрите сами. Ничего зазорного в этом нету. в том, чтобы пользоваться бесплатной версией. Но если вы зарабатываете деньги, я считаю, нужно поддерживать. Поддерживать людей, которые вам были полезны, которые вам были ценные, которые создали для вас комфортные условия создания музыки. В принципе, все. Я все рассказал. Больше у меня никакой информации нет. Я был бы рад с вами подискутировать в комментариях. Был бы рад увидеть ваш лайк и подписку на канал. Это очень сильно поддерживает меня, помогает и позволяет мне двигаться вперед. Все. Всем спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok